Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем обсуждать синдром Шарля Боне. Синдром Шарля Боне описан 250 лет назад швейцарским философом, ученым, естественным испытателем Шарлем Боне. Он наблюдал за своим отцом, у которого сильно пострадало зрение после хирургии катаракты. Сложно сказать, какая была хирургия катаракты 250 лет назад, но, скорее всего, это действительно было достаточно рискованным. И его отец испытывал опыт галлюцинаций, которые он наблюдал, объект этих галлюцинаций он наблюдал в горах и на улице. Его отец был ментально сохранен, его отец был здоров, однако после того, как у него появились проблемы со зрением, он начал испытывать галлюцинации. Так вот, синдром Шарля Боне. Это синдром, при котором пациенты видят какие-либо объекты, которые являются ненастоящими, то есть галлюцинациями, которые возникают по причине снижения зрения. То есть, кора головного мозга сама выстраивает эти объекты из-за дефицита информации, которая раньше поступала из глаз, и пациент начинает испытывать опыт галлюцинаций. Обычно это либо какие-то фигуры, которые он может видеть на стене, либо это объекты, которые расположены в комнате. Это могут быть люди, собаки, кошки, какие-то предметы. При этом пациент всегда понимает, что это галлюцинация, что это ненастоящее изображение. При этом пациент ментально сохранен. То есть, пациент не может построить теорию, когда этот объект возник в его поле зрения. И еще один симптом, что это не галлюцинация, которая связана с каким-то психиатрическим заболеванием, то, что у этого пациента нет слуховых галлюцинаций в этот момент. То есть, вот такой компонент. Зрительные галлюцинации, связанные со сниженным зрением. Невозможно объяснить, когда они появились. Невозможно объяснить, по какой причине они появились. То есть, нет теории, по которой инопланетяне их проецируют, либо еще что-то. Нет слуховых галлюцинаций. Еще можно назвать особенностью таких галлюцинаций, что их детальность не соответствует остроте зрения. То есть, иногда пациент с Шарля-Банэ синдромом может рассказывать опыт галлюцинации такой, что он видит четко, что там что-то расположено. А его зрение это не позволяет, его снижение остроты зрения. Как правило, пациенты, которые испытывают такой опыт галлюцинации, это пожилые люди. Скорее всего, это связано с тем, что просто среди пожилых людей чаще встречаются заболевания, которые приводят к слепоте и к слабовидению. То есть, это заболевания возрастной дегенерации сетчатки, глоукома. Кроме того, пожилые люди, они обладают большей способностью фокусировать свое внимание по сравнению, например, с детьми. Но синдром Шарля-Банэ может встречаться в любом возрасте, и у детей в том числе. Я работаю детским офтальмологом, у детей я его не встречал. Но у людей в возрасте я знаю, что такое и такое проявление этого синдрома встречается. И я думаю, что нередко, потому что даже у меня в моей практике такое было. Это была возрастная дегенерация сетчатки, когда зрение у пациента было низкое. И пациент понимал, что это галлюцинация, что это нереальный объект какой-то. Это не было слуховой галлюцинации и не было теории, как этот объект возник. Кроме того, тоже была, отмечалась вот такая особенность, что четкость и детальность этой галлюцинации не соответствовала зрению пациента. На сегодняшний момент нет конкретного лечения синдрома Шарля-Банэ. Есть предложение лечить иногда электростимуляцию головного мозга. Я не знаю, где это можно сделать. Я просто вижу в обзорах литературы, что такое бывает. Противосудорожными препаратами. Но наиболее часто рекомендации связаны с тем, что пациенты приучаются отвлекаться от этих галлюцинаций какими-то другими раздражителями. Либо сами для себя разрабатывают какие-то мыслительные техники, что эти галлюцинации исчезают. Синдром Шарля-Банэ встречается. И это один из синдромов, который связан со зрительной системой и проявляется галлюцинациями. Я надеюсь, это видео было полезно для вас. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok